здравствуйте добро пожаловать на канал сегодняшнее видео посвящено распаковке будем распаковывать вот такую вот замечательную игрушку у меня на канале есть целый плейлист посвященный распаковкам всевозможных товаров ссылку на него я обязательно оставлю в описании так что если вам интересно подобное направление в видео то обязательно посмотрите вполне возможно что вы найдете там для себя много всего интересного но кроме того не забывайте подписываться на канал ставить пальчики вверх вот и писать мне в комментариях не только впечатления об этом видео но и возможно ваши какие-то предложения пожелания и так далее я это все обязательно внимательно прочту ну а сейчас я думаю что можно уже переходить к распаковке непосредственно в сегодняшнем видео и так это будет машина и первое что мы видим о том что эта машина на радиоуправлении ну вот собственно вот там у нас и находится пульт машина и пульт на радиоуправлении и так что мы еще видим на передней панели что возраст три года и старше это замечательно подходит у меня как раз малыш трех лет но я честно могу вам сказать и думаю что если вы смотрели мои видео то вы уже знаете я не придаю сильно большого значения возрастным рекомендациям производителей я ориентируюсь на собственное ощущение если я считаю что мой ребенок вполне способен с этим взаимодействовать то я даю ему эту игрушку и рекомендация это всего лишь рекомендация не обязательное правило смотрим что у нас здесь вверху и так это масштаб 1 к 18 и так что я так понимаю что это какая-то известная модель дальше здесь вот есть четыре функции вперед назад повороты налево и направо дальше поскольку это видимо как внедорожник то вот он ездит по камням по лесным дорогам по траве и даже по пустыне но я так понимаю что это все-таки не игрушка а это описание прям реального автомобиля так смотрим дальше здесь с этой стороны у нас все тоже самое только другой цвет дальше здесь все тоже самое но опять другой цвет и теперь перейдем к задней панели ну что сзади тоже никаких новых сведений я не вижу здесь все тоже самое указано модель изготовитель осталось посмотреть что у нас на днище вот оно мне кажется максимально интересным из всего что мы видели и так значит как вот вы видите есть огромное количество этих моделей 6 штук у нас вот такая зеленая вот она значит здесь есть пульт управления которому требуется батарейки есть машина куда соответственно тоже они требуются произведена в китае вот предупреждение по поводу обращение детей с этой игрушкой в общем все вполне стандартно так что мне кажется что в принципе можно переходить и уже непосредственно к открытию упаковки видите закреплена она достаточно слабо вот разваливается практически на глазах давайте попробуем вот с этой стороны вот она скажу честно я просто в магазине смотрела ее целостность поэтому по поводу открытые коробки ничего до того не открывал это было просто в магазине ну вот и все собственно вся комплектация коробки машина пульт вот еще с другого ракурса давайте посмотрим наверное все это по отдельности мне кажется так будет интереснее итак машина сначала мы ее с вами осмотрим со всех сторон номер 9 зеленый и оранжевый такие неоновые цвета вот первое что хочу сказать вот этот вот так называемый корпус вот это это пластик но прям вот совсем совсем тонкий пластик вот вы видите он прям гнется легко очень ненавязчиво они он такой вот весь не твердый со всех сторон дальше что мне здесь еще не очень нравится это как вы видите он плотно не прилегает корпусу вот видны все проводки пружина вот и так далее так что вот эта часть мне конечно мягко говоря не нравится она меня смущает потому что я не знаю когда ребенок это все увидит как ему захочется это или не захочется проверить существует конечно определенные опасения дальше ну это какие-то клипсы которые все это держат соответственно если вдруг я так понимаю что-то сломалось где-то отошло и так далее вам надо что-то посмотреть в проводках починить перепаять если вы в этом понимаете то вот зажим здесь и два зажима вот здесь сзади вы снимаете и вот это вот крышка я не могу подобрать другого слова для меня это все-таки крышка а не корпус вот она отходит легко и вы собственно все это можете чинить теперь посмотрим что у нас здесь снизу здесь снизу у нас вот он отсек с батарейками вот кнопка естественно включение выключение а вот эта штука мне нравится объясню почему благодаря ей вы можете выставить колеса передние которые будут поворачивать вот то есть если вы заметили когда вы нажимаете на пульте ехать вперед что машина едет неровно вы вот это вот дело можете подвинуть вправо влево в общем в зависимости от того как они у вас неправильно работают вы все это можете скорректировать и сделать траекторию максимально удобной как для себя так и для ребенка вот но это такие первые впечатления о корпусе вот эта деталь мне не нравится вот здесь торчащие провода мне не нравятся здесь отсек на батарейке на батарейках которая закрывается на болт мне сразу кажется хорошим и вот это вот регулировка тоже симпатично колеса вроде бы так ничего здесь ось не пластмассовая а металлическая так что должно быть неплохо далее у нас на очереди пульт вот пульт ничего сверхестественного из себя не представляет он вполне обычный стандартный вот здесь два рычажка вперед назад и соответственно влево вправо вот но как вы видите сказать что она четко зафиксировано в каком-то положении то нет но здесь вот где вправо влево она ходит чуть поменьше здесь где вперед назад так прям совсем разболтано вот но и собственно вот здесь у нас сзади отсек с батарейками вот вы вставляете пульт работает вы их достали пульт перестал работает ну а теперь я думаю пора протестировать все это на поверхности и посмотреть как она ездит приступим ну что попробуем для начала нам надо будет включить тумблер на машинке вот и после этого можно будет уже тестировать ее как она ездит и так вот она кнопка переключения так вот вперед назад поворот заедем назад в кадр так еще разок ну вот как то так в принципе она конечно неплохо ездит и так ну что я в принципе могу про эту машину сказать управляется она легко всем движением она послушна вот ехать вперед назад колеса легко поворачиваться вправо влево никаких проблем именно с управлением не возникает поэтому в этом компоненте как машина на радиоуправлении она вполне себя оправдывает очень даже ничего вот но я еще раз повторюсь что это только распаковка поэтому все мои конечно уже более проверенные впечатления о ней вы увидите в полноценном обзоре так что не забудьте подписаться на канал чтобы это не пропустить обязательно ставьте лайки и комментируйте видео вот в полноценном обзоре я постараюсь максимально полно раскрыть все характеристики этой машины обсудим мы с вами весь ее потенциал насколько она хорошо себя чувствует на различных поверхностях можно ли как вот указано на коробке выйти с ней ребенку на улицу и покатать ее например по траве или по мелкому гравию или чем черт не шутит может и по песку вдруг он никуда не забьется и она на таких высоких колесах проедет в общем все это обязательно будет в полноценном обзоре также я расскажу вам о том насколько экономично она в плане расхода батареек потому что они нужны как для самой машины так и для пульта а это может быть накладно особенно если эта игрушка понравится ребенку кроме того я обязательно расскажу как себя ведет вот этот вот корпус этот изо всех сил ходящих одуном пластик вот который меня первоначально смущает расскажу пытался ли ребенок пролезть вот сюда зацепить провода что-то сам починить и разобрать посмотреть как это все устроено в общем все нюансы все детали я все 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 обязательно подробно освещу именно поэтому это просто распаковка ну а для того чтобы состоялся уже полноценный обзор конечно надо время на ее тестирование так что такое видео выйдет со временем но оно обязательно будет ну а на этом пока будем закругляться до встречи в следующих видео пока